Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я свяжу сухую мушку Эмиджер, которая с успехом ловит красноперку, как вы просили, плотву, уклейку и разную другую белую рыбу. Это микро-микро, то есть на 20 номере я буду изготавливать. Но вам желательно, я покажу, вот начать хотя бы с 16 номера фирма, вот такая, Гамакадсу. Учитывая то, что здесь необходима очень-очень тонкая нить, я, как всегда, пользуюсь своей нитью, но желательно хотя бы 10-0, чтобы у вас была. Совсем немножко наношу, буквально в одно касание клея момент, так как нитка сама полиэстер, и скользить будет по цевью очень сильно, поэтому я почти всегда добавляю при креплении капельку клея. И буквально начинаю крепить материалы с того места, где я буду формировать свое тело, с загиба. Подхватываю немножко, буквально пару виточков, чтобы не наматывать много тела, остатки нитки удаляю. Тело можно изготовить, как самой ниткой, но обычно я всегда стараюсь использовать те материалы, которые у меня остаются при изготовлении мушек. Я подготовил вот такое перо, оно находится, если вы покупаете наборы, то в мечевидных наборах мечевидного пера нашего павлина. Подхватываем немножечко наш люрекс голографический, совсем немножко, пока ничего не наматываем. Подхватываем материалы. И в зависимости от того, какое вы захотите иметь тело, для себя закрепите край материала. Желательно так, чтобы материал крепился почти на всю длину нашего тела. И теперь аккуратно ниткой крепим все материалы, аж до середины нашего загиба. Дошли. Аккуратно ниткой возвращаемся теперь обратно, не нагромождая наше тело, слегка. Почему я не использую даббинг? Потому что очень мелкого такого даббинга практически сложно найти. А перо обладает хорошей нормальной крепостью, и поэтому для меня значительно легче изготовить с помощью пера. Дошли до уровня крепления нашей грудки. И здесь делаем с вами парочку узелков, для того, чтобы наша нитка никуда не убежала. Крючок желательно сразу установить в удобное для себя положение, так как работаем с очень скользкими и мелкими материалами. Наклоняем. Я обычно поворачиваю к себе, но так, чтобы вам было чуть лучше видно. И для того, чтобы более качественно держался мой материал, я беру свой лак-клей и нанесу буквально вот так, совсем-совсем немножко. Тело я пропитывать не буду, а совсем немножечко нанесу. И, учитывая то, что перо у меня достаточно хлипкое, я начинаю производить обмотку не по... не виток к витку по всему телу, а с небольшим шагом. Подхватим над перодержателем. Можно и использовать, если у вас есть. Я сейчас домотаю и вам покажу. Если изготавливать несколько в большем варианте нашу мушку, то можно спокойно использовать одно время, очень даже хорошо мне выручала обыкновенная ость пера. Обычно, когда мы с вами изготавливаем, у нас всегда почти остаются вот такие остатки перьев. Поэтому спокойно можно взять, но желательно перед тем, как наматывать, слегка увлажнить саму ость. И с помощью ости это изготовить, хоть нимху, хоть стример, это уже не имеет никакого значения. Доходим до места крепления наших крылышек. И здесь закрепим уже окончательно наше перо. Буквально пара-тройка оборотов будет вполне достаточно. Остатки удаляем. И теперь берем опять так же перодержателем, так как у меня край короткий. И уже стараемся так, чтобы выбрать шаг. Сперва я делаю, как всегда, один полный оборот. И потом выбираю уже небольшой шаг для формирования тела. Вот в таком исполнении, как я для вас изготавливаю, красноперка, уклейка, густера, ну практически любая, будем говорить, белая рыба, которая у нас питается всякой такой мелкой живностью. Она вся ваша. Для того, чтобы более покрупнее ловить рыбу, желательно изготавливать хотя бы на 14 номере. Тогда вы спокойно можете всю эту мелочь отсортировать. Закрепили материал. Остатки я удаляю. И здесь, учитывая то, что у нас довольно-таки хлипкая будет конструкция из материалов, я добавляю немножко, буквально капельку суперклея. Перевожу тиски в вертикальное положение. И, как вы видите, достаточно симпатичное, привлекательное у нас вышло тело. Для изготовления нашего стримера, ой, нашего эмиджера, я подготовил перышки CDC. Вот здесь мы никак уже без них не можем обойтись. Подогнал их по длине, по количеству опушки, которая находится в хвостовой части. И теперь мне необходимо вот так слегка разровнять бородки, чтобы они у меня никуда не убегали. И выбрать ту длину крыла, которую я буду использовать. Желательно так, чтобы длина крыла доходила или до загиба, или слегка заходила за загиб, не больше. Так как у нас мы не используем при изготовлении вот таких эмиджеров. Обычно добавляют мех оленя, мех косули. Мне достаточно вот будет для моей хорошей плавучести этих трех перышек. Притяжной петлей подхватываем, подвесом катушки оставляем и посмотрим нашу конструкцию. Вот как вы видите, меня она вполне устраивает. На свет вам, чтобы было видно. И теперь аккуратно, чтобы не нарушить всю мою конструкцию, я отрезаю. Совсем-совсем немножечко. Опять добавляю капельку клея, так как ниткой нежелательно здесь выполнять много оборотов. и сделаем парочку оборотов нашей нитью. В одной точке сильно мы по перу не проходимся. В этом пока у нас нет необходимости. И для того, чтобы окончательно уже закончить тело, мы можем использовать, оторвать оставшиеся оборотки вот из перышка, изготовить грудку. Но, если у вас имеется вот такой даббинг, как я уже показывал, CDC, он бывает разных цветов. Нет, можно использовать, допустим, подходит даббинг Superfine для сухих мушек. Подберете себе по его величине, так, чтобы, допустим, сочеталось с нашим телом. Не было чересчур рыхлым и лохматым. Совсем немножечко я беру даббинга, промазал клеем и формирую даббинговую веревочку. Оставшийся, допустим, вот как у меня в варианте, я убираю даббинг его излишки и стараюсь веревочку сделать поплотнее. Наше перо потом впоследствии спокойно в воде при вымывании клея будет хорошо себя вести. И выполняем грудку. Столько будет достаточно. И теперь аккуратненько я подвожу нить в колечку с расчетом того, что мы не сможем с вами аккуратно нанести из-за величины нашего эмиджера лак-клей на головку. Я, как всегда, беру буквально маленькую-маленькую капельку нанесу на нить и здесь выполню завершающий узел. как вы видите, очень быстро, очень вроде бы и материалов нет таких здесь чересчур серьезных. А мушка сама по себе работает, начиная с весны, как только первые насекомые появились на воде и буквально заканчивая даже вот в позднее осеннее время, невзирая на то, что вылета насекомых нет, но все равно наша рыба реагирует. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...